and I give the floor to the distinguished representative of the Russian Federation. Уважаемая госпожа председатель, мы признательны Объединенным Арабским Эмиратом за сегодняшнее заседание и признательны брифером. Из уважения к председательству я хотел бы очень кратко ответить на комментарии некоторых делегаций по Украине и сделать только это один раз. Наша делегация отвергает лживые обвинения в адрес российской стороны в разворачивающей ситуации на Украине. Наконец-то западные средства массовой информации начинают уделять внимание невыгодным для Запада новостям, в частности, о секретных биолабораториях на Украине. Достоянием общественности также стала информация о чудовищных планах Украины в отношении Донбасса. Эти и другие новости помогут разобраться мировому сообществу, что происходит на самом деле. И, безусловно, мы признательны коллегам из Ирландии, хотя не согласны с другими их утверждениями, за призывы по налаживанию гуманитарных коридоров. Возвращаясь к повестке дня. Разделяем акцентированную в концептуальной записке важность недопущения двойного учета, выделяемых на различные цены финансовых средств. К примеру, финансированные теми или иными донорами проектов в области безопасности под предлогом связи климатом не должно считаться частью климатического финансирования. В противном случае развивающиеся страны могут недосчитаться обещанных им ресурсов, даже если на бумаге обязательства доноров будут исполнены якобы. Заострение внимания на этой проблеме абсолютно справедливо. Госпожа председатель, Российская Федерация последовательно предостерегает от попыток утвердить автоматическую связку между климатом и безопасностью. Мы не хотим уводить внимание Совета безопасности в сторону от истинных, коренных причин конфликтов в странах на ее повестке дня, а также превращать климатическую проблематику в политический вопрос. Отмечу, что предложения о резолюции Совета безопасности по климату и безопасности в декабре прошлого года не поддержали 80 государств. Показательно также, что в недавно опубликованной второй части шестого оценочного доклада IPCC воздействие климата на конфликты оценивается как относительно слабое, как и статистическая связь климата и конфликтов в целом. Это вновь подтверждает, что изменение климата – это вопрос устойчивого развития. Одновременно налицо недостаток адаптационных мер. И тут мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы поставили в концептуальной записке. На это неоднократно указывал также генеральный секретарь ООН. Согласно IPCC, в результате изменения климата мы продолжаем наблюдать частые, интенсивные, на экстремальные природные явления в разных частях планеты. Более разрушительные лесные пожары, тропические циклоны, засухи, наводнения, подъем уровня моря – все это требует безотлагательных усилий в сфере адаптации, а также преодоления потерь и ущерба, особенно в наиболее уязвимых странах. В этой связи призываем к выработке решений по оказанию финансо-технологического содействия развивающимся странам в рамках РКИК. Это главный орган по данной проблематике. Также к наращиванию климатической помощи напрямую и через организации системы развития ООН в соответствии с их мандатами. Благодарю за внимание. Продолжение следует...